Друзья, всем привет и добро пожаловать на РБК. Меня зовут Кира Юхтенко, это программа «Распаковка» от команды InvestFuture. Каждую неделю мы разбираем по косточкам одну компанию и стараемся понять, насколько эта компания интересна для долгосрочных инвестиций. И, кстати, какую именно компанию стоит разобрать в следующем выпуске, решаете вы. Я напомню, что голосование проходит в телеграм-канале «Сам ты инвестор». Ну и героя нашей сегодняшней распаковки тоже выбрали вы, наши зрители. На этот раз, друзья, ваш выбор пал на отечественную компанию. И это компания «Новотек» — крупнейший независимый производитель природного газа в России. И давайте мы, как обычно, нашу распаковку начнем с краткой справки о компании. Итак, «Новотек» работает в секторе энергетики, ну а точнее занимается добычей и переработкой природного газа. По уровню капитализации компания занимает третью строчку в российском нефтегазовом секторе и уступает она только лишь «Газпрому» и «Роснефти». По объему добычи газа «Новотек» — седьмой в мире среди публичных компаний. На его долю приходится около 11% всего голубого топлива, которое добывается в России. «Новотек» имеет 72 лицензии на разведку и добычу углеводородов, в основном в Ямало-Ненецком автономном округе. Кстати, Ямало-Ненецкий округ — это один из крупнейших в мире регионов по добыче природного газа. И на него приходится около 80% российской и около 15% мировой добычи голубого топлива. Ключевые проекты «Новотека» — это «Ямал-СПГ», «Криогаз-Высоцк», «Арктик-СПГ-2» и «Обский» газохимический комплекс. Интересно, что у «Новотека» довольно высокий ESG-рейтинг по версии международного агентства MSCI. Он находится на уровне А. К примеру, у «Газпрома» он на две ступени ниже — двойной Б. Основными владельцами компании «Новотек» через разные организации сейчас являются Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон. У каждого из них более 20% в капитале компании. Еще 16% у французской компании «Тоталь» и 10% под контролем «Газпрома». В свободном обращении остаются около четверти акций компании «Новотек». Чтобы понять, как компания стала одним из крупнейших представителей российской энергетики, давайте мы с вами вспомним ее историю. Как это было? Корпорация, которую сегодня мы знаем под именем «Новотек», была создана в 1994 году. До 2003-го она называлась «Нова Фин Инвест». И, как вы видите, в этом названии не было и намека на энергетику. Но, тем не менее, с самого начала компания концентрировалась именно на нефтегазовом направлении. При этом корпорация для себя выбрала вертикально интегрированную модель бизнеса. Эта модель сложилась окончательно, когда «Новотек» запустил свой комплекс по переработке конденсата в Усть-Луге. Это произошло в 2013 году. Сейчас схема производства выглядит таким образом. На 23 месторождениях идет добыча природного газа, газового конденсата и нефти. Потом конденсат проходит стабилизацию на Пуровском заводе и направляется в Усть-Лугу, где он перерабатывается в нафту, керосин, мазут и т.д. Производственная мощность Пуровского завода составляет 13 миллионов тонн, а комбината в Усть-Луге – 7 миллионов тонн в год. Доказанные запасы «Новотека» составляют более 16 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Причем эти запасы увеличиваются из года в год. Ну а акции «Новотека» на бирже торгуются с 2006 года. С тех пор они выросли более чем в 10 раз, а за последний год прибавили примерно 60%. Для сравнения, индекс московской биржи за год прибавил около 40%. Расти лучше рынка акциям «Новотека» помогли, конечно же, цены на сырье, ну а также ряд выгодных соглашений с иностранными партнерами. И в частности, компания подписала несколько контрактов на долгосрочные поставки газа по проекту «Арктик СПГ-2». Эти поставки начнутся в 2023 году. Ну что ж, друзья, мы с вами нарисовали, я думаю, общую картину бизнеса «Новотека». А теперь давайте перейдем к цифрам и посмотрим, какими операционными и финансовыми показателями компания может похвастаться. Ну или не может. Ну, думаю, я вас не удивлю, если скажу, что в структуре выручки «Новотека» самую большую долю составляют продажи природного газа. На них приходится около половины доходов компании. При этом продажи сырой нефти приносят ей всего лишь около 10% выручки. При этом на российский рынок приходится почти 50% от общего объема продаж. Еще около 30% на Европу и около 15% на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Теперь давайте поближе к операционным показателям. Мы видим, что объемы добычи у «Новотека» постепенно растут. В 2016-2017 годах общая добыча углеводородов составляла 120-140 млн баррелей нефтяного эквивалента в квартал. Сейчас почти 160 млн. В основном этот рост добычи происходит за счет газа. Объем добычи жидких углеводородов с 2016 года особенно не менялся. Ну и отдельно хотелось бы остановиться на таком перспективном направлении, как сжиженный природный газ, он же СПГ. «Новотек» начал развивать это производство в конце 2017 года, когда был запущен проект «Ямал-СПГ». В последние два года компания выпускает порядка 12 млн тонн СПГ в год, но с обводом новых мощностей объем выпуска будет расти. С 2023 по 2026 год одна за другой будут запущены три линии проекта «Арктик СПГ-2». Каждая из них добавит к объему выпуска СПГ по 6,6 млн тонн в год. За счет этого к 2026 году «Новотек» нарастит производство СПГ в 2,5 раза по сравнению с текущими уровнями. И нужно понимать, что глобальная цель компании выйти к 2030 году на уровень выпуска СПГ в 60-70 млн тонн в год. И это в 5-6 раз больше, чем сегодня. Планы амбициозные. Теперь о финансах. Финансовые результаты компании тоже показывают положительную динамику. Коронакризисный спад уже позади, и теперь выручка и EBITDA штурмуют новые максимумы. За последние 5 лет выручка «Новотека» выросла более чем вдвое. И что еще более важно, увеличение выручки у «Новотека» сопровождается ростом рентабельности. Ну а она и без этого у компании была на высоком уровне. Сейчас рентабельность составляет 60%. Ну и просто для сравнения у «Газпрома» этот показатель вдвое ниже. Что касается долговой нагрузки, то за последние годы она существенно снизилась. И порой денежные средства на счетах компании даже превышают объем ее долгов. Ну и мы с вами можем сделать вывод, что картина вырисовывается вполне позитивная. Но она будет, конечно же, неполной, если мы с вами не поговорим о перспективах сектора в целом. Есть ли надежда, что и в будущем дела у компании будут идти так же хорошо или еще лучше? Ну что ж, давайте поговорим теперь о внутреннем российском рынке, где «Новотека» в основном продает газ в чистом, то есть несжиженном виде. В прошлом году в России с 1 августа государство повысило оптовые цены на природный газ на 3% для всех категорий потребителей. В этом году с 1 июля они были увеличены еще на 3%. Кстати, по прогнозу Минэкономразвития оптовые цены на природный газ до 2023 года будут расти в среднем на 3% в год. Так что, видимо, в следующие два года нас ждут очередные 3% повышения. Ну а вот на экспорт, как мы уже сказали, «Новотек» в основном поставляет природный газ именно в сжиженном виде. И при этом цены в контрактах привязаны к цене природного газа на основных газовых хабах и котировкам нефти. Как вы знаете, за год углеводороды неплохо прибавили в цене. И в результате средние цены на экспортируемый газ у «Новотека» в последние 12 месяцев выросли на 40%, а на продукты нефтепереработки так и вообще в 2-2,5 раза. Вообще, в свете последних тенденций будущее производителей СПГ выглядит довольно оптимистично. Мы видим с вами, что мировая экономика пытается постепенно снизить зависимость от традиционных ископаемых видов топлива и переориентироваться на природный газ, возобновляемые источники энергии и водород. По прогнозам, мировой спрос на СПГ в ближайшие годы будет расти в среднем на 6-7% в год. И большая часть спроса будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион. Кстати, Леонид Михельсон, который председатель правления компании «Новотек», согласен с такими прогнозами. По его мнению, к 2025 году мировой рынок СПГ достигнет объема в 440 миллионов тонн. Теперь, друзья, давайте посмотрим, как «Новотек» смотрится на фоне своих конкурентов по мультипликаторам. Но сначала мы с вами должны решить, с кем именно сравнивать нашего сегодняшнего героя. Вообще, в масштабах планеты у компании, конечно, немало конкурентов, особенно если вспомнить об иностранных производителях СПГ. Но российский рынок все-таки для «Новотека» остается главным. И к тому же компания занимается не только газом, но и нефтью. Поэтому давайте мы все-таки сегодня будем сравнивать «Новотек» не с иностранными игроками, а с другими представителями российского нефтегазового сектора. А это, конечно же, «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть» и «Башнефть». Итак, что нам с вами показывает такое сравнение? Мы видим, что по мультипликаторам стоимости «П на Е», «ЕВ» и «Епита», цена свободный денежный поток «Новотек» — это самый дорогой среди крупных компаний российской нефтегазовой отрасли. Но зато по рентабельности «Ебеда» «Новотек» является явным лидером. И это отчасти оправдывает его завышенные стоимостные мультипликаторы. Тем более, что и прогнозы по росту бизнеса компании тоже внушают оптимизм. Высокие мультипликаторы для компаний «Рос» — это, в принципе, вполне нормальная ситуация, которую мы наблюдаем в последние годы во всем мире. Ну и, наконец, низкий показатель чистой долг «Ебеда» нам с вами говорит о том, что компания не обременена долгами, в отличие от того же «Газпрома». Там долговая нагрузка довольно существенная. Ну что, теперь давайте, как обычно, мы попробуем подвести итоги и перечислим основные преимущества и риски инвестирования в акции героя нашей сегодняшней с вами распаковки. Ну что, друзья, давайте мы начнем с хорошего, с преимуществ. И прежде всего хочу отметить, что у компании есть сильное лобби в лице ключевых акционеров. И это позволяет «Новотеку» беспрепятственно развивать производство и получать лицензии, которые другим участникам рынка зачастую недоступны. Вот, например, в июле был объявлен тендер на нейтинское и арктическое месторождения на сумму около 12 миллиардов рублей. Совокупные запасы этих месторождений — 400 миллиардов кубометров. При этом условия тендера были прописаны таким образом, что им соответствует только компания «Новотек». Также важное преимущество компании, друзья, — это выигрышная модель реализации проектов. Как правило, «Новотек» продает доли в своих проектах другим участникам, в том числе и иностранным. Это позволяет развивать проекты без привлечения существенных заимствований, и одновременно это защищает компанию от возможного ужесточения санкций. При этом контрольные пакеты во всех проектах «Новотек» оставляет за собой очень предусмотрительно. Сейчас компания находится под секторальными санкциями, они ограничивают ее возможности по привлечению финансирования в США, но в целом санкции не препятствуют коммерческой и производственной деятельности компании. Ну и, наконец, еще из хорошего. Рост СПГ-проектов — это важный задел на будущее, потому что основной объем «Шиженного газа», как мы уже сказали, будет уходить за рубеж на более прибыльной рынке сбыта, чем российский. Мы уже видим по подписанным компании контрактам, что большой интерес к СПГ-проектам «Новотека» проявляют именно иностранные покупатели. Но, друзья, конечно, есть и негативные моменты, и риски. Во-первых, как я уже сказала, мультипликаторы компании существенно выше средних по отрасли, и это означает, что рынок уже учел в цене акций позитивные перспективы бизнеса. Также хочется отметить падение добычи на зрелых месторождениях компаний. Это негативно повлияет на операционные результаты «Новотека». Кроме того, друзья, при покупке акций «Новотека» стоит учитывать риски коррекции на глобальном сырьевом рынке, и если эта коррекция случится, она может привести к падению стоимости бумаг компании. Ну и еще один риск, друзья. Правительство предоставляет «Новотеку» немало налоговых льгот. Но у нас с вами не может быть гарантии, что это будет продолжаться бесконечно. И дело здесь в том, что сейчас «Газпром» и «Новотек» между собой не конкурируют на иностранных рынках. Дефицит природного газа есть, и он приводит к тому, что сейчас на рынке места хватает обеим компаниям. Но если ситуация поменяется, кто уверен, что не получится так, что благодаря налоговым льготам газ «Новотека» будет конкурировать с трубопроводным газом «Газпрома»? Тут вопрос, кого в такой ситуации поддержит правительство. Вполне возможно, что именно «Газпром». В конце концов, «Новотека» — это частная компания, ее дивиденды не попадают в бюджет, как, например, дивиденды «Газпрома». И вот, скорее всего, в таких условиях «Новотеку» придется забыть о налоговых льготах. Друзья, учитывая перечисленные факторы, учитывая возможные риски, тут, наверное, можно сформулировать такую оценку, которую принято в «Инвестдомах» формулировать как «держать». То есть, иными словами, перспективы компании позитивны. Если эти акции уже есть в портфеле, можно продолжать их удерживать с горизонтом инвестирования 5 и более лет. Но для открытия новых позиций по бумагам, честно говоря, нынешние цены кажутся немножечко высоковатыми. Поэтому, если вы хотите войти в акции «Новотека», то, на мой взгляд, стоит подождать некоторые коррекции. Но, друзья, мне хотелось бы напомнить. Все, что мы в рамках распаковки говорим, ни в коем случае не является инвестиционной рекомендацией. Я лишь распаковываю активы, высказываю свое мнение. Ну, а решение, стоит инвестировать или нет, принимаете, конечно же, только вы. Друзья, до встречи в следующую среду в 13.15 на телеканале РБК и на YouTube-канале РБК «Инвестиции». Подписывайтесь на канал «Инвестфьючер» на YouTube, в Телеграме. Так вы не пропустите полезные материалы по инвестициям, по личным финансам, которые делает наша команда. Редактор субтитров А.Семкин